Здравствуйте! Специальная военная операция отвлекла внимание мировой общественности от темы, которая занимала умы человечества последние пару лет. Но значит ли это, что болезнь, а точнее вирус ее вызывающий, отступил? Об этом и о том, как изменилась работа всей медицинской системы в целом, поликлиник в частности, а также как антироссийские санкции сказались на обеспечении поликлиник и пациентов необходимыми лекарственными препаратами, поговорим в сегодняшнем эфире «Среды влияния». Ну и прошу жаловать наших сегодняшних спикеров. С каждым из них вы сегодня поближе познакомитесь. Другое дело, что, наверное, правильно будет озвучить тот самый диагноз COVID-19, если вдруг кто запамятовал. И мой первый вопрос будет адресован Суслану Аркадьевичу. Действительно ли болезнь отступила? Вот у нас есть графика, статистика по заболеваемости. Мы можем сейчас увидеть цифры на экране, попрошу режиссера вывести. И вот если, глядя на эти цифры, можно подумать, что как будто бы ситуация улучшилась. Так ли это? Скажите. Да, действительно, видим, что ситуация стабилизировалась. Сегодня получают лечение в стационарах 54 человека. Из них 2 человека в реанимации на неинвазивной кислородной поддержке. Видим, что еще и на амбулаторном звене существенно сократилось количество пациентов, около 300. По сравнению с 2020-2021 годом, когда через наши больницы и амбулатории проходили тысячи пациентов, конечно, это серьезная была нагрузка на систему всю. Сегодня ситуация, конечно, намного упростилась. Поэтому видим серьезное снижение уровня заболеваемости. А с чем вы связываете? Ну, это как и в первые, во вторые, в третьи волны. Видим, что пандемия все-таки волнообразная идет. Сейчас, как раз, видимо, из тех периодов, когда пандемия отступила, безусловно, прогнозируется, что рост все-таки планируется. В какое время ожидается? Пока неизвестно. Наши силы и средства, конечно, медицинские, они в полной готовности. Это и скорая помощь, это обновление кислородных систем и кадровый резерв. То есть мы руку на пульсе держим. В случае необходимости, конечно, готовы оперативно обеспечить всеми необходимыми средствами и оказать качество медицинской помощи. Мы провели работу над ошибками. Вот в 2020, будем так говорить, 19-20 год, медицинская система, она как будто бы не была готова к встрече с вирусом. А сегодня мы готовы? И какие уроки мы вынесли? Да, за прошедший период существенно улучшилась материально-техническая база учреждений. Это закуплено новое оборудование для реанимационных отделений. Это создан кадровый резерв, проучены специалисты. Произведены масштабные изменения в кислородных системах. Знаем, что в КБСП ввели в эксплуатацию уже новую обновленную систему кислорода. Проведены работы в республиканской клинической больнице. Часть работ проведена в республиканских районных учреждениях. До конца года данные системы также будут обновлены по самым высоким требованиям и безопасности для безопасной эксплуатации данных систем. Кроме того, был закуплен автотранспорт за последние годы. Полностью обновлен состав скорой помощи автомобильной. Поэтому в ближайшее время также ожидаем установку уже четырех кислородных станций. Две станции уже поступило в республику. Они установлены в республиканской клинической больнице, в больнице скорой помощи. И также в два района, это Ордон и Моздок, будут установлены также эти кислородные станции. Эти изменения коснулись также и в вашей больнице, Аскер? Да. Скажите. Ну, как сказал Сулан Акадьевич, кислородная система прошла, скажем так, глубокую переработку в плане ее качества монтажа и так далее. Все полностью сделано, обновлено. Но та система, которая была, она функционировала, по крайней мере, в пригородном районе исправно. Вот сейчас доработали, улучшили в качественном плане, скажем так, оборудование. Поэтому наши учреждения будут готовы в случае необходимости мобилизоваться и встать в строй по распоряжению Министерства здравоохранения. Сулан Акадьевич, а какая именно работа в той же КБСП была проведена год назад, по-моему, да, случилось? Ну, примерно. Да, случилось в августе 2021 года. Там была произведена полная реконструкция кислородной системы. По самым высоким технологическим требованиям была заменена вся система. Это и наружные работы были проведены, поставлены необходимые газификаторы, емкости кислородные. И проведена полностью реконструкция внутренней части этой системы. Отдельные блоки полностью переделаны. То есть сейчас это новая, абсолютно безопасная, эффективная система, которая уже получила все разрешительные документы и готова к эксплуатации. Опыт КБСП Аскер вас лично чему научил? Какие проверки были проведены в пригородной больнице? Ну, значит, после печального опыта, конечно, были ряд проверок проведены. И Ростехнадзором, и другими контрольными органами были выявлены незначительные недостатки по нашим системам в районе. Вот, эти недостатки на сегодняшний день, они устранены, но они не представляли опасности для наших пациентов. Поэтому в плановом режиме мы устраняем все эти, скажем так, неполадки. Вот, не то, что неполадки, скажем так, недоработки. Поэтому у нас в этом вопросе, как говорится, не было каких-то серьезных прецедентов по этим замечаниям. И дорабатываем в плановом режиме абсолютно спокойно, то есть без вреда для наших пациентов. Предлагаю вернуться еще раз на несколько лет назад, когда была огромная нагрузка на медицинский персонал. А вот сегодня врачи работают в меру своих сил, возможностей, или они все так же загружены? Просто многие из них с ужасом вспоминают тот момент, когда было по 100-120 вызовов, может быть даже больше, это то, что слышала я. Конечно, все врачи проявили самоотверженность, преданность долгу, конечно, максимально выкладывались. Конечно же, все устали. Сейчас нагрузка существенно снизилась, как я уже сказал, стационарное лечение у нас это 54 человека, не сравнится с теми цифрами, которые были еще недавно. Поэтому система и скорой помощи работает с меньшей нагрузкой, но опять-таки кадровый резерв мы держим, бригады в случае необходимости готовы оперативно обеспечивать все вызовы. То есть сейчас, конечно, намного проще, но мы, как я уже сказал, руку на пульсе держим в постоянной готовности. Опыт уже у нас колоссальный и у всех врачей, поэтому в соответствии со всеми рекомендациями будет оказываться медицинская помощь. Конечно же, в пандемию была изменена маршрутизация. Понимаем, что два крупных учреждения республиканских были выключены, по сути, из маршрутизации. Поэтому основная нагрузка легла в том числе и на пригородную больницу, где по профилю хирургия чуть ли не 7 дней в неделю дежурила пригородная больница. И тоже серьезнейшая нагрузка была на нее. Сегодня республиканская клиническая больница уже вошла в плановую работу. Также и КБСП, больница скорой помощи, также вошла в плановую работу. Основной корпус уже работает. Поэтому мы сейчас видим, что идет плановая экстренная медицинская помощь в соответствии с прежним планом по маршрутизации. Как весь этот опыт последних лет сказался на работе поликлиник, Ирина Николаевна? В поликлинике, так же, как и вся система здравоохранения наша, конечно же, тоже испытала колоссальные трудности и нагрузки. Вы сказали, что 100-150 вызовов было гораздо больше. Количество вызовов, особенно в последнюю волну, у нас доходило даже до 800. Это поликлиники, да, суммарно. Ну, там 200 детства и 600 – это по взрослому населению. Чтобы было понятно, сегодня у нас по поликлинике было 18 вызовов по взрослому населению. То есть в разы. Поэтому, конечно, нагрузка была на врачей колоссальная. Но я тоже считаю, что мы неплохо справились. Все пациенты, которые были у нас на амбулаторном лечении, все были охвачены медицинским наблюдением. Всех пациентов мы обеспечивали лекарственными препаратами. Кроме этого, значит, у нас был организован колл-центр. И пациенты, особенно вот с легким течением в последнюю волну, пациенты обзванивались ежедневно сотрудниками колл-центра. Сегодня нагрузка, конечно, меньше в плане ковида. Но сегодня нам нужно наверстать то, что в 2020 году вообще у нас были прекращены все плановые мероприятия. В 2021 году они были возобновлены. Но, конечно же, был и страх населения посещать поликлинику. Да, вот как я понимаю, многие удерживали. Да, какая-то часть населения боялась идти в поликлинику, чтобы избежать излишнего контакта. Врачи были загружены колоссально. Поэтому сейчас у нас нагрузка не меньше. Она меньше в плане ковида. Но в плане работы сегодня именно профилактической она не меньше. Сегодня мы поставили задачу именно на профилактических мероприятиях для того, чтобы снизить смертность, увеличить выявляемость онкологических заболеваний на ранних стадиях. И большое внимание уделяется пациентам, переболевшим коронавирусной инфекцией. Вот у нас прямой эфир, и я хочу воспользоваться такой аудиторией и пригласить всех переболевших на углубленную диспансеризацию. Потому что пациенты, которые перенесли ковид, особенно ковид в тяжелой форме, пациенты с сопутствующими заболеваниями, могут быть отдаленные последствия. А только ли у пациентов, кто перенес новую коронавирусную инфекцию, в тяжелой форме могут быть последствия? Или у тех, кто даже бессимптомно переболел, может потом что-то открыться через месяц-два? Последствия могут быть у всех, но в основном мы делаем все-таки упор на... Для этого и нужна диспансеризация, углубленная диспансеризация, чтобы выявить эти проблемы. Потому что в период как раз прохождения всех этих профосмотров, всех профилактических мероприятий, выявляется у пациента то или иное заболевание. Чем раньше выявили, соответственно, тем больше времени и, соответственно, для лечения. Но опять-таки здесь приоритет профилактики, поэтому необходимо активней проходить диспансеризацию и углубленную диспансеризацию. А что это дает? То есть вот человек, тот пациент, условно, который прошел диспансеризацию, потом по окончании ее? По окончании он, значит, если нету никаких у него отклонений, человек здоров. Если же есть какие-то отклонения, уже в зависимости от показателей он переходит на второй этап и проходит уже дополнительное исследование. То есть это зависит от первого этапа диспансеризации. И уже по результатам второго назначается либо какое-то лечение, либо, например, пациент берется на диспансерное наблюдение, ему назначаются реабилитационные мероприятия лечебно-оздоровительные, ну и уже по ситуации. Прежде чем адресую свой вопрос Алине, я напомню, что мы работаем в прямом эфире и будем благодарны за ваше активное участие в нем. Телезрители звоните, увидите номер на экранах своих телевизоров. Алина, мне важно узнать, какие системы и органы страдают чаще всего вот в этот постковидный период у населения, да, и на что нужно обратить внимание и какими системами заняться вот в реабилитационный период. Ну, конечно, сейчас очень многообразна клиника постковидного синдрома, конкретно какой-то ограниченный список симптомов туда не подберешь, потому что, как показывает практика, люди приходят и жалуются. Они не только на какие-то проблемы, связанные с органами дыхания, но также страдает и сердечно-сосудистая система, также страдает нервная система, суставы. Это очень многообразная картина. Вот мы выяснили, допустим, следствием ковида стал, ну, например, что? Ну, допустим... Из последнего, скажите, что там было? Ну, из последнего, например, в нашем ковид-центре проводится диагностика полная, и одно из методов исследования, это ЭКГ-исследование. И вот бывает так, что вот именно на кардиограмме мы видим какие-то изменения, которых раньше не было. Если позволите, да, при выявлении, соответственно, здесь ухудшается состояние в плане хронических заболеваний, обостряется. Поэтому здесь страдают практически все системы. Это эндокринная система, сердечно-сосудистая. Ну, вот там, где мы выявили эти слабые места, этому человеку, этому пациенту, теперь куда обращаться? Где ему получить вот эти реабилитационные меры? Здесь не только реабилитационные, здесь и лечение. И лечение. Поэтому направление дается терапевтам, лечащим врачом в профильное специализированное учреждение. Если проблемы с, значит, желудочно-кишечным трактом, мы понимаем, что активно использовались антибиотики, и здесь тоже со стороны желудочно-кишечного тракта есть проблемы. Соответственно, в профильное отделение госпитализируется пациент для дальнейшего лечения. Но лечение также подразумевает после этого еще и курс реабилитации, правильно? Конечно, конечно. У нас профилактика, лечение и реабилитация. Да, да. Вот это последнюю стадию, где у нас в республике можно пройти реабилитационную. Да, мы уже об этом говорили. У нас совместно с Минтрудом действует программа реабилитации. В их учреждениях проходит реабилитация. Для этого нужно обратиться к терапевту. Соответственно, терапевт готовит необходимое направление, направляет в Минтруд. И уже в соответствии с очередью, уже сотни пациентов прошли реабилитацию. Пациентов будут вызывать для данной реабилитации. У нас, да, это санатория Осетия, Сосновая Роща, геронтологический центр. А вопрос о создании какого-то единого реабилитационного центра, где могли бы проходить восстановительные вот эти все процедуры не только жители нашей республики, но и, например, Нагородни приезжать. Он стоит на повестке? Конечно, это приоритет сегодня. Поэтому поручение такое уже от главы мы получили. Планируется строительство многопрофильного реабилитационного центра, где по разным профилям будут оказывать необходимую реабилитацию. И сегодня активно прорабатывается вопрос в части реализации этого проекта в формате государственного частного партнерства. Документы мы получили, сейчас изучаем, и в ближайшее время уже должны начать разрабатывать проектно-сметную документацию для строительства данных. Ну, конечно, это очень актуально для республики. На ряду с этим мы участвуем в федеральной программе. С этого года начинает функционировать также отдельная программа по реабилитации. Это оснащение необходимым медицинским оборудованием уже существующих отделений. Поэтому мы свои предложения и заявки уже направили. Надеюсь, что в этом году будет материально-техническая база оснащена современным оборудованием. А уже рассматривается какая-то определенная локация? Это существующее отделение, наш реабилитационный центр, который, к сожалению, уже с ветхой материально-технической базой. Это отделение РКБ, детская, республиканская клиника. Вернемся к нуждам поликлиник. Точнее, наверное, к нуждам пациентов. Просто еще недавно приходилось слышать жалобы на несвоевременный приход врача по вызову. Я помню, по-моему, Лискен, Мизур, там. Но я думаю, это практика не только этих отдаленных сел. Насколько я знаю, вмешательство головы как-то исправило ситуацию. Сейчас врачи вовремя приходят по вызову. Вопрос ко мне, да? Да, я думаю. Ну, ситуация, да, была связана с большим количеством вызовов. Поэтому и тогда мы старались охватить все вызовы. Ну, а сейчас, да, сейчас я уже сказала, сегодня у нас было 18 вызовов. То есть это даже не по одному вызову на врача. Поэтому, конечно же, вовремя, день в день врач посещает пациентов. Здесь еще стоит учитывать, да, специфику районов и высокогорных сел. Да, доступность. Да, такая проблема, как кадровое обеспечение в высокогорных населенных пунктах. Вот, и не всегда, скажем так, кадровое обеспечение можно организовать. То есть не каждый молодой специалист сегодня готов, например, в пригородном районе. Мы уже на протяжении полутора лет не можем найти фельдшера в ФАП. Да, то есть мы подавали запросы во все инстанции. То есть и никто, как бы, не изъявляет желания. Даже предлагаем программы, там, земский фельдшер и так далее. Не хотят приходить на работу. Поэтому мы в этом случае мобилизуем, как бы, тот состав, который находится поблизости. В связи с этим, конечно, могут происходить задержки до езда медперсонала. Но хочу обратить внимание, на сегодняшний день молодежь активно стала идти в район. Вот сейчас буквально прорабатываем ряд вопросов по комплектованию наших ФАПов. До этого приходил молодой парень, фельдшер, который изъявил желание поработать в Горной Санебе. И я думаю, что в ближайшее время этот вопрос как бы закроем. Но это не могу сказать, что только в пригородном районе такие проблемы есть. Такие проблемы есть по множеству районов. Ну вот, в частности, в пригородном районе Горная Санеба является на сегодняшний день таким проблемным населенным пунктом. И, как было сказано, пользуясь случаем, конечно, хотел бы действительно обратиться людям, которые ищут работу фельдшера или другие специалисты, могут обращаться в районные учреждения, где с удовольствием их примут на работу вот такие горные, отдаленные районы, для того, чтобы восполнить кадровый дефицит. Да, мы понимаем, что силы не безграничны, системы здравоохранения, поэтому, конечно, из этой ситуации было сложно как бы выйти. Мы, конечно, привлекали студентов, большое спасибо Академии, нашему медколледжу. Я думаю, что это была серьезная помощь. Также хотел бы поблагодарить районы, администрации районные, которые выделяли дополнительный транспорт. Поэтому общими усилиями, конечно, удалось справиться с этой проблемой. Продолжим разговор аккурат после рекламного блока на канале. Не переключайтесь. Продолжаем разговор с Усламом Аркадьевичем. То есть, я понимаю, кадровый вопрос очень остро, достаточно остро стоит. А как заинтересовать тех самых специалистов в работе в тех самых отдаленных районах? У нас есть, конечно, проблемы с отдаленными районами, с узкими специалистами. Для этого в Российской Федерации действует программа «Земский доктор», где врачу, который проявил такое желание, выплачивается миллион рублей. И младшему персоналу 500 тысяч. За прошлый год у нас было 23 таких врача и 3 фельдшера. Программа была 100% реализована. Такие же цифры в этом году. Буквально завтра у нас проходит первое заседание этой комиссии, где будут выбираться претенденты на трудоустройство в районы. Поэтому программа реализуется. Серьезная поддержка для врача молодого. Ее эффективность доказана уже. Поэтому как раз в труднодоступный район – это тот приоритет, куда мы будем стараться устроить данных специалистов. Предлагаю вернуться в город. Алина, нагрузка, я так понимаю, на ваш центр была достаточно большой. Вы сами там сколько работаете? С самого начала. С самого начала, да? Всегда ли хватало препаратов? Ну, проблемой с поставкой препаратов у нас никогда не было. На самом деле все пациенты были в срок обеспечены лекарственными препаратами, как и у нас в самом центре, так и те пациенты, которые были со средне-тяжелым течением, им доставлялись препараты мобильными бригадами на дом. Поэтому прям дефицита, несмотря на большое количество пациентов, мы не испытывали. Ну, я разное слышала. Знаю, что как будто бы наметилась позитивная динамика в работе поликлиник. Насколько это соответствует действительности, вот мы решили узнать у жителей нашего города. Давайте мы посмотрим, что они нам ответили. Попрошу показать нам видеоопрос. Вы знаете, я так давно не была здесь. Конечно, заметила новые лифты. Поликлиника вообще-то хорошо работает, четко. Вот пришел за справкой, пять минут не прошло даже. И главврачи, и все очень хорошо и четко работают. Хотя некоторые жалуются, но это все по-стариковски жалуются. Отлично работает. Персонал добродушный, хороший. Не могу вам сказать, так как я не часто хожу в поликлинику, и ничего не могу по этому поводу сказать. Мы сейчас лечимся в дневном стационаре, и лично мне все нравится. Это очень удобно, во-первых. Пришла, прокапалась, пошла, полежала, и уже хорошо. А так вот, дневной стационар здесь, это общее спасение. И врачи такие чуткие, такие хорошие. Прям вот, лично вот с мамой очень довольны. Седьмая поликлиника, очень хороший поликлиник. Мне очень нравится обслуживание, и как ремонт они сделали. Мне очень приятно. И врачи очень добрые, хорошие. Я заметила хорошие улучшения. Поликлиника начала работать активно. Также видно работу персонала. В данный момент, конечно, в поликлинике есть оборудование, которое помогает населению. Спасибо большое руководству, которое предоставило это. Ну и, наверное, стоит сразу вдогонку дать мнение должностного лица, специалиста, пожалуйста, чтобы мы еще раз убедились, что все действительно меняется к лучшему. Пожалуйста. В рамках модернизации первичного звена нашей поликлинике в июне месяце прошлого года был получен и установлен современный цифровой малодозовый флюорограф, благодаря которому пропускная способность увеличилась, а качество исследования улучшилось. Современное оборудование позволяет выявить различные патологии органов грудной полости. При необходимости врач-рентгенолог связывается с терапевтическим отделением и совместно бывают приняты решения на дообследование пациентов и квалифицированная современная помощь. Помимо флюорографа, учреждения уже поступил передвижной УЗИ-аппарат, а также установка для дезинфекции эндоскопов. В конце года планируется приобретение компьютерной томографии цифрового маммографа. Звучит оптимистично. Все-таки мы живем сегодня в условиях антироссийских санкций. И вот отдельно беспокоить всех вопрос, несмотря на заверения руководства и страны, и регионов, хватает ли препаратов. Пока сложностей никаких нет. Все идет в плановом режиме. Все конкурсы отыгрываются, поставки не прерываются. Поэтому будем надеяться, что никаких сложностей с этим не будет. Давайте скажем пару слов о нацпроекте здравоохранения, что было реализовано в рамках этого проекта и что в планах. Да, это масштабный проект. Несмотря на пандемию, реализация его не останавливалась. Если уж показали ролик про седьмую поликлинику, в этом году туда будет поставлен компьютерный томограф. Соответственно, это существенно упростит работу поликлиники, снизит нагрузку на другие амбулатории. И будет серьезной помощью для диагностики пациентов. Но мы уже поняли, что седьмой поликлинике повезло. Да, не только. Там планируется очень много медицинского оборудования. В этом году будет оснащена магнитно-резонансным томографом республиканская клиническая больница. Также будет закуплено много диагностического оборудования для районов, для городских поликлиник. Хочу напомнить, что в том году продолжалась реализация модернизации первичного звена и строительства, и реконструкции. Десять учреждений были построены, где проведен капитальный ремонт. В этом году у нас будет реализовываться также это направление. Будет пять объектов. Пять объектов участвуют в этом. Это строительство двух объектов и капремонт трех учреждений. Самая крупная – это Кировская поликлиника, где будет проведен капремонт данного учреждения, поликлиники. Аскер, вы хотели добавить, в пригородной больнице тоже повезло, как и в седьмой поликлинике. На самом деле, в подтверждение слов Слава Аркадьевича, на период пандемии действительно не останавливалось ни строительства, ни оснащения, ни обеспечения наших учреждений. Пригородный район – яркое тому подтверждение. То есть, сколько объектов построено и введено в эксплуатацию на территории пригородного района. И буквально сейчас завершают реконструкцию поликлиника, в которую уже приобрели компьютерный томограф, к чему я сказал, что не только седьмой поликлинике повезло, но нам тоже поставят компьютерный томограф. Как вы знаете, пригородный район достаточно большой район, самый крупный район республики. И поэтому для нас это будет серьезным подспорьем для улучшения качества диагностики заболеваний и, соответственно, принятия решений о дальнейшем лечении либо направлении куда-либо пациентов для получения качественной медицинской помощи. Поэтому это, конечно, серьезное подспорье для нас. Также, помимо этого, серьезно оснащается и другим диагностическим оборудованием, также УЗИ экспертного класса, там и холтер-мониторирование, чего у нас раньше не было. То есть мы работали в стесненных условиях, и пациенты были вынуждены из села выезжать в город, зачастую обращаться в частные клиники и так далее. Сейчас с открытием новой поликлиники у нас эта возможность появится. И, конечно, это будет существенное облегчение для жителей нашего района, когда не нужно выезжать из села, либо не нужно обращаться в частные центры и получить качественную диагностику, качественное лечение. Поэтому вот так. Я уже упоминала, что мы работаем в прямом эфире и просила зрителей звонить к нам в студию, и кто-то внял моей просьбе. Пожалуйста, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Светлана. Звонок. Алло, вы меня слышите? Да, мы вас слышим, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Светлана. Очень приятно. Я бы хотела задать вопрос министру. Почему у нас так получается? Я онкобольная, и у нас постоянно проблема с анострозолом. Пока в министерство не позвонишь, тебе выписать рецепт выписывают, но лекарства всегда с радостью говорят, а его нету. Почему уже несколько месяцев такая проблема у нас с анострозолом? Спасибо, Светлана. Спасибо за вопрос. Эта проблема уже поднималась. Мы разбирались с этой проблемой. Сейчас препарат в наличии. Поэтому, если можно, вы можете оставить свои координаты. Мы после эфира свяжемся. Еще раз подробно разберемся, какая там проблема. Сейчас препараты закуплены. Нужно, конечно, разбираться, смотреть, в чем там сложности. Конечно, причины бывают разные. Это и усложнение сейчас маршрутизации, логистики поставок препаратов. Поэтому будем смотреть и оперативно, конечно, решать эти проблемы. Если можно, оставить свои контакты, чтобы мы могли связаться. Да, пожалуйста. Попрошу редактора. В марте этого года детям с сахарным диабетом за республиканский счет стали выдавать прибор для непрерывного сканирования глюкозы. И вот тут тоже важно понять, антироссийские санкции, они как-то повлияют на этот процесс? Нет, абсолютно не должны повлиять. Пошли на этот шаг, обеспечили всех деток данными препаратами. Недавно приезжала, так сказать, консультативная проверка была федеральных институтов, в том числе и проверяли эндокринологические диспансеры и всю службу. Конечно, они отметили, что совершенно правильное решение было принято. Это упрощает жизнь детям, родителям. Поэтому дальше также будем обеспечивать данными, медицинскими приборами и расходными материалами. А в процессе подготовки к сегодняшнему эфиру мне также задавали вопрос, и не могу не задать, совесть не позволит. А какая судьба ждет в ближайшем обозримом будущем онкологический диспансер? То есть пациенты жалуются на его достаточную ветхость. Вот планируется ли ремонт? Потому что пациенты с онкодиагнозами, они в принципе находятся в таком подавленном состоянии. А когда они приезжают в онкодиспансер, который не отвечает каким-то требованиям, то, наверное, состояние там может даже ухудшиться. Мы эту проблему знаем. В этом году мы направили весь необходимый пакет документов в федеральное министерство. У нас действует федеральная адресная программа, в которую включаются те объекты, которые требуют строительства, реконструкции или капремонтов. Мы ждем результатов этих комиссий, в соответствии с которыми нам должны довести необходимые средства на реконструкцию онкодиспансера. Поэтому мы ждем эту информацию. Со стороны региона проработали полностью, отправили всю необходимую документацию в данную комиссию. Благодарю. Будем ждать вместе. Сообща, пожалуйста, еще один звонок. Сообща, пожалуйста, еще один звонок. Мы вас слушаем. Говорите. Добрый вечер всем. Добрый. Добрый. Вот у меня вопрос к министру. Скажите, пожалуйста, вроде бы ограничительные меры сняли, да, но карантин где-то еще сохраняется, я понимаю. Ну вот, например, вот в РКБ, да, вот, приходишь больного навестить, его не зовут, и к нему нельзя пойти, и к врачу никак нельзя поговорить. Кто с больным, чего как, ни к врачу не запускают, ни он сам к тебе не выйдет. Вот это мне просто непонятно. Можете объяснить? Меня зовут Надежда. Спасибо. Спасибо, Надежда. У нас был звонок, существует определенный порядок посещения пациентов, поэтому вам должны были объяснить, какой порядок существует в республиканской больнице. Порядок для всех учреждений, конечно, один, поэтому есть телефон горячей линии. Будем разбираться с этими случаями, почему был отказ. Будем уточнять. Может быть, изменились часы приема как-то? Нет, в учреждении установлены часы, там все прописано в приемном отделении, когда можно посещать пациента. Это не запрещено, поэтому, конечно, недавно действовали ковидные ограничения, сейчас эти ограничения мы сняли. Будем разбираться. Давайте также расскажем про передвижные пункты вакцинации. Есть у нас такое диво? У нас, конечно, есть передвижные пункты вакцинации. Мы их активно использовали в пандемию. Сейчас как раз хотел бы отметить, что в период снижения пандемии необходимо активнее вакцинироваться. У нас процент вакцинированных 50% взрослого населения. Конечно, этого недостаточно для иммунной прослойки. И прошу, конечно, активнее. Сейчас самое время пройти необходимую вакцинацию, чтобы защитить себя, своих близких, создать необходимый иммунитет. Потому что мы видели из практики, уже неоднократно это я говорил, что в реанимационных отделениях вакцинированных пациентов нет. Поэтому, по крайней мере, количество близится к нулю. Поэтому это объективная информация, объективная статистика. Алина, вам, как никому, часто приходится общаться с пациентами с диагнозом ковид. 19, а вот эти настроения по поводу вакцинации, за и против, они изменились как-то сегодня? Ну, как уже сказали, конечно, люди, которые вакцинированы, как правило, переносят заболевание в более легкой форме, либо в бессимптомной форме даже. И, конечно, очень мало случаев, ну не очень мало, а значительно меньше случаев перехода в средне тяжелое течение у вакцинированных пациентов. Это понятно, но все равно наши граждане отдельные не верят в эту статистику и склонны избегать вакцинации всеми возможными способами. Вот вы на личных приемах, да, на консультациях наблюдаете тенденцию, что это мнение меняется, например, люди хотят вакцинироваться, или наоборот стало еще больше тех, кто категорически против? Нет, на самом деле тенденция, наоборот, динамика положительная растет, потому что, как правило, пациенты, они говорят, вот мы, наоборот, рассказ, мы вот привились, наверное, поэтому у нас сейчас легко проходит, и положительно, я вот негативных каких-то отзывов конкретно у себя на самом деле не видела. Они реально вот, я пошел, привился на самом деле, вот там, в октябре или что-то, и вот сейчас у меня все хорошо, наверное, благодаря этому. И, как правило, это бывают пациенты 65+. Они очень довольны, хотя казалось бы, что, наоборот, вот волнения вот эти были, или в населении на практике это не так? Ну, к сожалению, темпы вакцинации у нас серьезно упали, поэтому необходимо все-таки населению более активно проходить эту вакцинацию, особенно контингенты риска. Это те люди, у которых хронические заболевания, возраст 60+. А вот это снижение тех темпов вакцинации, это находится в прямой зависимости от того, что у нас вот это волнообразное течение болезни и сейчас вроде бы как снизилась заболеваемость? На самом деле, пандемию это не действует, действует на иммуноответ организма. Нет, я имею в виду, что люди как бы расслабились. Люди расслабились, конечно, мы видим, что снижение ажиотажа этого, и видят, что как бы заболеваемость снизилась, поэтому немножко расслабились. Хотя сейчас самое время пройти вакцинацию. Ирина Николаевна, Ирина Николаевна, Вам мотивирующее слово я даю. Вот можете обратиться к телезрителям и призвать их к вакцинации. Ну, тоже присоединюсь я к коллегам. Действительно, сейчас тембы вакцинации, они снизились. И хочется еще раз обратиться к жителям нашей республики, что вакцинация необходима. Вакцинация не защищает от заболевания. Вакцинация защищает от тяжелой формы течения заболевания. Поэтому, вот сейчас еще раз повторюсь, как сказал Иисуслан Аркадьевич, сейчас самое время вакцинироваться для того, чтобы выработался иммунитет на случай, если у нас пойдет новая волна заболеваемости. У нас очередной звонок. Вы готовы его принять? Здравствуйте. Здравствуйте. Вам слово, пожалуйста. Можно задавать вопрос? Добрый вечер. Добрый. Меня зовут Лариса. Очень приятно, Лариса. Мне это... Знаете, что я хочу задать вопрос на... Ну, насчет этого сына моего. Он январит первой группы, у меня уже 8 лет. 55 лет. И вот ему назначение, вот самое основное, чтобы у него приступов не было, эпилепсии, да? Ему назначили типокин, хрона и филиптин, ретарда. Я их уже года, наверное, 3-4 сама их покупаю. Без ретарда уже не хожу, потому что мне их подписывали. Я приходила в аптеку, они говорили, нету. А за деньги у них продавались. Я их покупала. Не насмотря на то, что там он это обязан. Я на невропатолога не жалуюсь. Она мне ретет выписывала, в аптеку придешь, они говорят, нету, жалуйтесь, Минздрав. Я уходила со слезами, разворачивалась, покуплю за деньги, когда могла, а сейчас вот нехватка. Ну, нету, у него пенсия, у меня тоже пенсия. Ну, а что делать? Спасибо. Да, спасибо за вопрос. Если можно оставить контакт, какой район, какая поликлиника и фамилию пациента, чтобы мы могли проверить, были выписаны рецепты, когда, почему не обеспечены, особенно дети. Ну, приходилось мне слышать такие жалобы, что выписываются рецепты, и в аптеках находятся эти лекарства, препараты все, а выдать на руки в медучреждениях не могут. Тоже непонятно, по какой причине. Хотя, по идее, мы лекарствами обеспечены. Да, разбираться и разбираться. Ну, скажите, хотя бы коечный фонд у нас достаточный на сегодня? Смотря для чего. Ага, для чего недостаточен? Для ковида, конечно, необходимое количество коек всегда в резерве присутствует. И необходимое количество препаратов у нас есть. Резерв создан. Также вопросы с обеспечением кислорода на ежедневном контроле. И врачебный резерв у нас есть. Поэтому мы готовы к случаю появления новой волны адекватно ответить. Соответственно, то, что касается коечного фонда по другим профилям, я, как уже сказал, республиканская больница у нас уже в плановый режим вошла. Клиническая больница скорой помощи уже работает. Поэтому по всем профилям оказывается вся необходимая медицинская помощь. Да, будет так. Спасибо вам всем сегодня. А, извините, у нас очередной звонок. Мы должны его принять. Здравствуйте. Алло. Да, да, пожалуйста, говорите. Алло, добрый день. Добрый вечер. Меня зовут Борис. Борис, очень приятно. Пожалуйста, вам слово. Я хочу выразить благодарность Ирине Николаевне Галаовой. Это великолепный руководитель, прекрасный специалист. И та обстановка, которая есть в 7-й поликлинике в настоящее время, очень хорошо работает на пациентов и великолепно они принимают. Очень доброжелательный, отзывчивый. И я считаю, что таких руководителей, если бы было побольше в республике, наша медицина шагала бы в ногу не только со временем, но и опережала бы. Спасибо еще раз замечательному коллективу 7-й поликлиники. И вам, дорогая Ирина Николаевна. Спасибо. Спасибо вам огромное на этой позитивной ноте. Все-таки позвольте отклониться, закончить сегодняшний эфир. И, как и всегда в жизни, через трудности мы растем, становимся лучше. Пусть с нашей медициной будет именно так. А всем вам, дорогие телезрители, я желаю всяческого здоровья. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok